Они знали, на какую надавить точку ЛГБТ-повестка. У людей прям вот это от этих ребят Кракчуров. Это получится осуждение их, да. Почему Кракчуров, Кракчуров, да? За мирбек. Вот его позвать на чай. Чай – это же только метафора. Загоняет ее в этот чуны, да. Они должны быть вот такими, вот как написано в такой-то книге. Всем стричь волосы. Получается понятное дело, что вы не выходите замуж за иностранцев. Сам. Я жду того момента, когда феминизм вообще исчезнет. У меня даже накрасилось. Мы люди, которые живут своей жизнью. Мы никаким образом друг другу не мешаем. Итоговая цель у всех одна. Просто все идут разными путями. Как вы думаете, в связи с чем марш именно этого года буквально ворвался в общественный дискурс, в отличие от маршев предыдущих, которые оставались в таком общем восприятии неким таким нишевым событием? Мне кажется, что каждый год идет вот это обсуждение марша. Я сейчас не могу сравнить, это будет субъективно с моей точки зрения, если я буду говорить, когда он был лучше, хуже, больше, меньше. Но каждый год все говорят о нем, говорят, зачем вы его проводите. Всегда поднимается эта ЛГБТ-повестка. Но в этом году нас было просто больше, по разным подсчетам, от 300 до 500 называются цифры. И шумнее была большая охрана, сотрудников милиции было только 250 человек, которые нас коридором сопровождали. И за счет вот этого всего, конечно, из-за того, что оно было шумнее, люди, может быть, заметили и поняли, что это не просто марш 10-20 девушек, которые вышли и решили заявить о 8 марта, а это уже какая-то волна, какое-то движение, это какая-то сила, да, то есть уже приходят в политики и пытаются каким-то образом вклиниться и также свою Д-повестку продвинуть, может быть, засветиться, да, там кто-то уже, говорит, там, в оргкомитет хочет войти в организацию этого марша. Но вы не связывали вот какие-то события, настроения в обществе, которые происходят вот с этой шумностью? Условно говоря, та же Бурулай, потом Кейс Зерея, вот какие-то такие вещи. Ну, в этом году было очень много насилия по новостной ленте. Может быть, раньше его меньше освещали, может быть, действительно его больше, потому что было очень много случаев насилия и очень много случаев таких резонансных и очень трагичных. Это Бурулай, это женщина, которая там пыталась, видите, мы имен не помним, мы запомнили имя Бурулай, остальных имен не помним, на самом деле их очень много, да. Вот женщина, которая выбросилась из окна, женщина, которая сгорела, это все из-за чего происходит? Из-за того, что насилие, вот эта патриархальная эксплуатация этих женщин, они не выдерживают, и что происходит? В этом году их больше. У людей поднимается волна недовольства, волна тревога, то, что насилие над детьми, да, сколько насилие над детьми происходило? И люди, которые раньше не задумывались, что такая проблема существует, они начали задумываться, они начали интересоваться, читать, узнавать, что оказывается есть люди, которые недовольны, и это целое движение, стали знакомиться с нами. Вот, это одно, да, одно то, что произошло. Второе, это то, что вот прям буквально перед маршем, да, там за сколько, за 3-4 дня, началась проблема с тем, что там нас не хотят пускать на этот марш. И я лично разговаривала с несколькими людьми, которые сказали, мы не собирались, да, мы вас поддерживаем, здорово, феминистки, мы тоже феминистки. Но идти на марш, когда там 8 марта, дома там надо, не знаю, торты готовить еще, но тут мы уже не можем, мы не будем сидеть дома готовить торты, мы должны пойти, мы должны выразить свою точку зрения, потому что почему какие-то ребята, которых мы не знаем, которые там живут со своим видением и пытаются свое видение встроить в наше, да, видимо, у людей прям вот это, им очень не понравилось. Попытка запретить. Попытка запретить государство и попытка запретить людей, которые не имеют отношения ни к государству, ни к нам. На самом деле, вот когда говорим о Куркчуров, это не какой-то, это не столько, не так много людей, как кажется, потому что если посмотреть все интервью, если посмотреть все их общественные выступления, там всегда один вот этот человек, замербек, да, я только его лицо знаю, все остальные, это, может быть, их на самом деле нету, может быть, это просто там по объявлению приходят какие-то ребята, им сказали постоять, да, на самом деле это не такое большое движение, которое, которого надо бояться, они там сделали... С которыми, может быть, это надо даже вообще считаться. Да, может быть, с ними даже и считаться не стоит. Они сделали сколько, одно-две вылазки, да, два или три года назад, и то такие резонансные, они знали, что это вызовет шум, что люди согласятся, да, что да, там, с секс-работницами нужно бороться, да. Они знали, на какую надавить точку болевую, да, общественную, да, это секс-работницы, да, это китайцы, да, вот, нужно китайцев знать. Они идут именно, делают это, чтобы понравиться большому количеству людей, и, а на самом деле, это не такая прям сила. Было три таких эпизода, вот, которые как раз-таки стали самыми такими катализаторами этих дискуссий, расчесали эти болячки, как раз-таки, вот, это ЛГБТ, очень, да, вовлечение ЛГБТ-темы, потом это та линия, которая связана с использованием образа Хурманчан Датки, и вот про чай, да, вот, как со стороны я вижу, это вот было три таких эпизода, очень, которые стали такими болевыми. Как вы думаете, почему именно вот эти вот? Ну, вообще, вся вот эта патриархальная система, она же эксплуатирующая, эксплуатирующая женщин. Не будучи келинкой, я не могу, прям, говорить за них, не знаю, как, то есть, я не могу со стороны сказать, прям, точно, как у них все происходит в семьях, но мы все знаем, в каком состоянии живет у нас келинка, что келин в большинстве семей – это безликое существо, рабыня всей вот этой, всего вот этого домостроя, которое творится. Будет это какой-то, не знаю, там, однокомнатная квартира, или это трехэтажный особняк, во всех этих домостроях келин на одинаковом положении. И это настолько пропитано, да, в нас, что люди боятся это потерять. Кто в основном возмущается? Скорее всего, мужчины, да, что женщины больше не будут наливать чай, женщины не будут им больше прислушать. Потому что чай – это же только метафора того, что это домашняя прислуга, домашнее обслуживание всей семьи и, в основном, мужчин. И, конечно, не хочется терять такую бесплатную рабочую силу. То есть чай как символ. Да, в данном случае чай… Там что было написано на плакате? Что-то вроде наливать чай, не женская обязанность. А, всё, да. Просто у нас про чай несколько. У нас про чай несколько этих транспарантов. У нас также, вы видели, да, вот на этой стене там есть очень интересно такое. Мне в этой… Мне недостаточно пространства в этой пьеле. То есть там девушка сидит около пьелы и говорит, что вот это пространство пьелы для неё недостаточно. Потому что у нас загоняет её вот в этот чины, да. И, ну, этот чины как домострой, да, домашнее хозяйство. По поводу Проманджан Датки, использование образа Проманджан Датки, оно… К нему прикопали… Не прикопались? Ну, ладно, да. К нему прикопались ещё в самом начале марша, когда марш ещё не начался. Подошли из правоохранительных органов и стали говорить, что мы не имеем права использовать портрет великой женщины. Мы не имеем права использовать Эли Чек, ну, там, изображение Эли Чека в своих целях. Почему-то они считают, что… Они подразумевают, да, людей, не согласных с нашей повесткой, что национальная атрибутика принадлежит только им. То есть Эли Чек принадлежит им, Колпак принадлежит им. Если мы придём в национальных платьях, нам не разрешат маршировать в национальных платьях. Почему? Мы имеем такое же право на эту национальную атрибутику, как и они. И говорить, что мы не имеем права нести портрет женщины, которую мы уважаем, которая также и наша прародительница, а не только ваша, на основании того, что мы не подходим под их стандарты правильных пергызок, это неправильно. То есть вот использование этого образа, она же уперлась немножко вот в эту… Ну это будет оценочно-зазвучательное, ревностное стремление вот это вот к национальному… Идеи национального возрождения. Или нет? Да, здорово, надо, если тебе нравится это, придерживайся, но не надо вот навязывать и охранять, как будто это принадлежит только этому человеку. Потому что кыргызы, они все разные, нас 7 до миллионов мы отметили, и мы все имеем право, одинаковое право на все, что принадлежит этой нации, а не только вы, потому что вы думаете, что вот кыргызы, они должны быть вот такими, вот как написано в такой-то книге, а вот все остальные, которые шаг влево, шаг вправо, они не подходят под это описание. Ну вот, кстати, фундаменталисты, не только в лице Кыргычурова, а вообще в принципе, они же указывают на то, что на вот как раз-таки эту традиционность, в которой не было места насилию над женщиной. Ну вот эта вот риторика про то, что кыргызская женщина, работая наравне, а иногда даже больше, чем мужчина где-нибудь на Джайло, она в принципе не была угнетена. Она также участвовала в институте Ахсакалов. Вот на это же постоянно указывают. Как вы относитесь к этой риторике? С одной стороны и указывают, и с другой стороны у нас не уменьшается ни насилие, ни эксплуатации женской. Если, скажем, 200 лет назад они все трудились на Джайло, а женщина следила за определенной частью хозяйства, мужчина следил за определенной частью хозяйства, если взять в процентном соотношении, они одинаково трудились. Сейчас даже в село приезжаешь, там мужчина не видит зазорным налить чай, мужчина не видит зазорным подоить корову. Точно так же женщина может помогать подвору. Вот это условно поделены сферы, но никто, во-первых, не видит ничего плохого в том, чтобы помогать друг другу, во-первых. Во-вторых, оба одинаково работают. Сейчас мы переселяемся в город, в квартиры, где нет в принципе труда. Вот этого поля. Да, зал пределами квартиры, нету там коров, не надо там во дворе ямы копать, да, и работа ушла в офисы. В офисе все одинаково работают, возвращаются с офисов. Женская работа, вот это женское домашнее хозяйство, которое было тогда, 200 лет назад, все еще остается за женщиной, плюс офисная работа, да. А у мужчины домашнего труда нет, потому что, я не знаю, сколько у нас процентов людей, у которых есть дворы, да, где надо каждый день там тягать камни и пасти коров. Я предлагаю вам поискать какие-то слабые точки в вашей позиции. Да. Да, как вам? Да, может быть, в формах ее, в характере. Вообще, вот этот же активизм, вы могли бы свой активизм охарактеризовать как борьбу? Мне хотелось бы называть все, что мы делаем борьбой, чтобы не противостоять, да, вот это постоянное противостояние. Вот я же говорю, я сейчас отошла в сторону и наблюдаю за всем, что сейчас происходит со стороны. Вижу, что все это превратили в борьбу. На самом деле, это не должно было быть борьбой. Это был очень мирный, очень дружный, очень позитивный марш, который проходит каждый год. Если посмотреть на видео, там все счастливы, все обнимаются, все друг друга давно не видели. Там нету каких-то, даже в транспаратах, там нету ни насилия, ни какого-то противостояния. Есть там озвученные проблемы. То, что превратили это все в борьбу, это на самом деле не совсем правильно, это не совсем наша цель. Наша цель была просто, это марш солидарности. Мы солидарны друг с другом, мы солидарны со всеми женщинами. Со всеми женщинами, которые жили там, не знаю, из покойных веков, и которые с 1910 года этот праздник принесли, и каждый год празднует. Со всеми женщинами, которые в мире сейчас борются с патриархатом, мы не хотели выходить и противоставить себя тем же Пиркчаро. Но так вышло. Так вышло, да. Потому что это все раскачивается, потому что они хотят, чтобы... С одной стороны, да, чем больше о нас говорят, тем больше женщины узнают о том, что есть такое движение, может быть, это нами на руку, узнают, что есть движение феминисток. Начинают хотя бы гуглить и узнают, а что же хотят феминистки. А потом выясняют, что, оказывается, феминистки – это хорошие люди, и они хотят, в принципе, всего хорошего, то, что нам нужно. Но и происходит обратная же реакция. Вот то, что это происходящее отталкивает и самих женщин. В том числе. Вот как вы думаете, почему? Отталкивает женщин? Кого отталкивает? Почему мы с отталкиваем? Мы хорошие. Она даже накрасилась, чтобы этот казаться добрый и хороший. Вот этот патриархат, он действует и на женщин, и на мужчин. Женщины, которые жили всю жизнь под этим гнетом, женщины, которые самих эксплуатировали, которым не давали свободу, самовыражение, они под этим всем выросли, и они не видят другой жизни. И, естественно, они хотят... Любой человек хочет защитить то, что он имеет. Зачем мы покупаем дома? Зачем мы покупаем машины? Зачем мы копим деньги в банке? Чтобы сохранить детей своих поближе. Но это обычная человеческая натура охранять то, что у нас есть. И в не финансовом, не в материальном, а в духовном, в психологическом. Это тоже то, что мы наработали, наши традиции, наши близкие, наш уклад жизни. Мы хотим сохранить, и тут мы видим, что кто-то приходит. И обесценивает. Да, и хочет, скажем, например, даже у Кайненеда. Она всю жизнь жила вот так вот. И она хочет, чтобы так и продолжалось. Ей уже, скажем, 50-60 лет. И большая часть ее жизни прошла вот так вот. И сейчас приходит молодая девушка, собирается во всей ее семье все поменять. Естественно, она боится, во-первых. Во-вторых, она не знает, что там будет дальше. И пытается сохранить то, что было. И вот все женщины, которые нападают на нас, которые остерегаются нас, они не от того, что они такие женоненавистницы, не от того, что они ненавидят всех женщин. Они просто не видят другого пути. Нужно просто разъяснить, кто мы на самом деле, чего мы хотим. Мы хотим мира во всем мире. И ничего больше. Это вообще напоминает немножко дедовщину. Такую тюремную систему воспроизводства. Хотя по такой логике моральной, условно, должна возникнуть какая-то эмпатия, сочувствие, что вот я не хочу, чтобы дальше продолжалось то, как у меня было. Ну вот Кайнене, ну вот возьмем Кайнене Келин. Всегда обвиняют Кайнене. На самом деле Келин эксплуатирует не одна Кайнене. Ее эксплуатирует вся семья. Просто это выражается в лице этой женщины, в лице одной Кайнене. Почему? Потому что она заправляет, опять же, домом, уборкой, хозяйством, готовкой. И это, когда приходит новая рабочая сила, она, естественно, на нее перекладывает, но ответственность все еще на ней, и поэтому она присматривает, чтобы все было хорошо, и она получается такой злой мегерой, которая эксплуатирует девочку. На самом деле нет, на самом деле вся семья эксплуатирует, просто эти приказы отдает одна женщина. И все ее ненавидят. Да, и все ее ненавидят, все говорят, что вы же опять же женщины друг друга ненавидите, опять же взрослые молодых эксплуатируют, там денежки заставляют выходить замуж, там одевают эти платки. На самом деле нет, на самом деле это все проблема, и они просто люди, через которых это все освещается. Кайнота, да? Он же не будет говорить там, у нас как обычно женщина все заправляет, она готовит, она убирает, она следит за порядком, и мужчина не придет и не скажет этой новоиспеченной Келин, что ей делать. Он просто ждет этого от своей жены, от своей бэби-ча, а эта женщина пожилая, уже взрослая, которая хочет уже отдохнуть, которая 60 лет, вот пришла новая, новый человек, которому можно это переложить, естественно, она на нее перекладывает. В случае с тем, что почему Келинок, которых похищают, девушек, которых похищают и надевают на них платки, опять же, женщины, они хотят, можно быть, даже чтобы, я просто слышала среди разговоров замужних женщин, что, да, им выгодно, чтобы пришла новая Келин, потому что та, которая младшая, она отвечает за весь дом, она за все отвечает, она прям ждет, когда же придет новенькая, чтобы на нее вот это все переложить, или хотя бы поделиться какой-то работой. Я хочу вернуться к вопросу, от которого мы отошли, да, о слабостях. А, о слабостях феминизма. Именно вашей формы феминизма. Феминизм, он бывает разный, ну, как, как и во всем, везде есть разные течения. У нас Кыргызстан очень разнообразная страна, у нас очень много разных людей в плане религии, в плане национальностей, каких-то убеждений, поэтому мы не можем говорить, что мы придерживаемся какого-то определенного течения. Мы себя называем, наша организация себя называет интерсекциональными феминистками. Что это значит? Это феминистки, которые поддерживают все течения феминизма, потому что у нас одна цель, у нас общая, конечная цель, которую мы достигнем через одно количество лет, все феминистки мира, но есть, скажем, исламский феминизм, есть радикальный феминизм, есть экофеминизм, есть еще какой-то феминизм, анархофеминизм. У всех свои направления, но итоговая цель у всех одна, просто все идут разными путями. Мы из-за того, что Кыргызстан у нас маленький, феминисток у нас мало, мы не можем делиться, и говорят, вот мы анархофеминистки, мы исламских феминистов не будем поддерживать. У нас много мусульман в стране, и вот так вот отсекать добрую половину населения, мы не можем. То же самое говорит, что да, мы исламские феминистики, но тогда мы не принимаем всех других феминисток, которые не религиозны, мы тоже не можем себе этого позволить. Потому что у нас у всех цели одинаковые, мы принимаем всех, кто, в принципе, хочет добиться равных прав. Вы читали блог «Илири Битекчи» на нашем сайте про то, почему патриархат угнетает не только женщин, но и мужчин. Именно эту статью я не читала, но автор, он критикует ту форму феминизма, которая сейчас есть у нас, говоря о том, что она опять-таки вводит нас в эту бинарную систему, то есть противопоставляет, как бы делит мужчин и женщин. Воспринимается, что мужчина – это угнетатель, это именно они реализуют всю эту систему, а женщина – это такая жертва. Он критикует и говорит о том, что наше женское движение, оно, как это умными словами, виктимизирует само себя. Вот его позвать на чай и потребует объяснение. Да, но он говорит об альтернативных формах феминизма, о том, какая у нее тональность. Ну, вообще, делить, да. Я всегда говорю, я жду того момента, когда феминизм вообще исчезнет. То есть наступит какое-то время, не знаю, какое, но феминизма не будет, потому что проблема сама себя исчерпает. Я очень надеюсь, что это произойдет. Пока существует проблема, существуем мы. Я не отвечаю на ваш вопрос, потому что я куда-то в другое место ушла. то есть, давайте так вот тогда. Можно ли согласиться с тем, что вот феминизм, движение, которое есть сейчас в Кыргызстане, оно вот в поле «Мы-Они»? В данное время, да. В данное время так происходит. Мы, ну, из-за того, что мы вообще единственная организация феминистская у нас в стране, нас мало, и мы не можем ходить и всем что-то противостоять. Нет смысла. Нужно идти на контакт, дружить. И у нас есть организации, которые не феминистки, а просто женские организации, которые борются с насилием и так далее. И их принимают, потому что они пришли бороться с насилием. Мы же приходим, мы как феминистки, мы не решаем ничьи проблемы, мы не шелтер, мы не спасаем женщин от насилия, мы не помогаем, не судимся. Мы не делаем таких вещей, мы занимаемся только феминистским активизмом, у нас совершенно другая деятельность. У нас больше такая просветительская будет слишком высокосказана, но мы рассказываем просто о том, что существуют проблемы такие-то, такие-то, и что это неправильно. В данное время да, есть такое, что противостояние, особенно после, особенно с, нет, кстати, с националистскими движениями, не со всеми. Это вот есть определенные люди, которым мы не нравимся, но мы не против традиционных ценностей некоторых, мы не против людей, которые поддерживают традиционные ценности, мы дружим с людьми, которые поддерживают традиционные ценности и религиозные ценности. На марше были люди, вы видели, которые придерживаться той или другой религии. Как бы вы же говорите, что мы не хотим борьбы. Но при этом все равно получается, мы они, вот эти условные два больших лагеря. И я просто к чему веду? Мне кажется, вот Марш, он, как мое любимое словосочетание, расчесал болячки не только в поле гендера, вопросов гендера и сексуальности, не обесценивая, конечно, эти части. Ну и вообще вот эту проблему, вопрос параллельных Кыргызстанов, которые, во-первых, не могут признать наличие друг друга, во-вторых, как бы дать позволение существовать друг другу. И мне кажется, если умозрительно масштабировать вот этот вопрос, немножко отодвинуться, это же действительно вопрос не только гендера, это вообще вопрос того, что мы не умеем разговаривать друг с другом. То есть нам же надо как-то научиться существовать, и при этом без вот этого вот чувства только собственной правоты. Мне кажется, просто вот это есть характер того, что мы ставим все друг другу диагноз, вот это средневековье, тьма, мракобесие, а это вот прозапад, это вот расхитители наших ценностей. И все, и на этом заканчивается. То есть мы поставили друг другу диагноз, остались при чувстве своей правоты, и живем дальше. Ну, как бы, я не знаю, к чему это может привести. Да, на самом деле это неправильно. У каждого человека должно быть свое мнение, каждый человек имеет право на свое мнение. И мы никаким образом друг другу не мешаем. Все, что мы хотим, это чтобы всем хорошо жилось, и под этим всем попадают женщины. Мы не слышим их всех, мы не знаем, каково живется женщинам в тех же регионах. Мы не должны друг другу мешать, если Кыргчаро выходит и делает фотосессию кыргызских костюмов около Курман-Джен-Датки, это здорово. Это же было реакционное действие. Им не нужно было на нас реагировать, им это нужно было сделать в другой день. Сделали бы они это через два месяца. Мы, кстати, не стали реагировать на это мероприятие, но если бы они сделали это через два месяца, это не было бы противопосновлением. Я тоже люблю. Но вот это усиливает же понимание только вот либо ты традиционный настоящий кыргыз, либо ты вот такой непонятный. Да, эти ребята думают, что все должны быть как они. Все должны... А вы? Как? А вы? Нет, мы так не думаем. Мы просто думаем, что... Я же не говорю всем стричь волосы и носить джинсы. Нет, здорово, что кто-то ходит в той одежде, которая ему нравится. Кто-то хочет учиться, кто-то хочет заниматься искусством, кто-то хочет работать или жить в селе. Каждый человек должен жить своей жизнью и не причинять вред другому. Если я причиняю вред другой женщине, другому мужчине, если я угнетаю мужчину какого-то, я должна попадать под осуждение, потому что это не я, я другого человека угнетаю. Это то же самое, что я... Ну ладно, мужчина, скажем, он сможет дать мне отпор, и это уже там ваше личное дело, но если я угнетаю, скажем, несовершеннолетнего ребенка, это уже должен вмешаться кто-то иной. Нельзя сказать, «А, это твое личное дело, твое личное пространство, это твое отношение к детям вообще». Мы можем отвечать только за себя. Все, что не мы, все, что вот дальше моего пространства исходит, это уже, это уже касается всех. Если бы Кркчуро не трогали нас, скажем, не... Почему бы Кркчуро, Кркчуро, да? Замербек, если бы Замербек не трогал нас, не запрещал, как он, точнее, он не может запретить, не пытался там не запретить, а вклиниться, да? Ну, хорошо, не пытался запретить нам поступать так, как мы поступаем. Если бы он занимался своими делами, носил колпак, говорил по-кыргызски, все, что не касается других людей, не навязывал другим людям свою точку зрения, то пусть делает все, что хочет, и это здорово. Но они же как делают? Они же... Это получится... Осуждение их, да. Они же нападают на девочек, сотрудниц секс-работы. Это их дело, это их работа, это их пространство. Почему кто-то имеет право приходить и приказывать другим людям заниматься или не заниматься тем, чем они занимаются? Почему они считают, что кто-то имеет право жить в Крымстане, кто-то не имеет права? Почему кто-то имеет право вмешиваться во сколько женщинам позволительно выезжать за границу? Это вот про 23 года, когда пытались запретить. Почему пытаются, хотят, чтобы женщины не выходили замуж за иностранцев? Это... Это не вы. Вы не выходите замуж за иностранцев. Сам. Каждый человек отвечает за себя. Я не хочу замуж за иностранцев, я не выхожу. Я не хочу выезжать до 23 лет за рубеж, я не выезжаю. Но я не имею права говорить другому человеку, ты не выходи замуж, ты не выезжай, ты носи такую-то одежду. Вот ту же критику можно же и применить к вам. В том смысле, что вот понятно, что вот вы не вмешиваетесь вот в это понятие личного, да, в понятие выбора, воли и прочего, но ведь у людей и, наверное, с этим трудно спорить, ну, вы сами говорите, они тоже от как бы вашей деятельности и вообще вот как бы от феминизма того же, они испытывают это чувство тоже вмешательства в их ценности. То есть, когда вот сопротивление идет до этого. Это похоже или нет? Вот такой будет, наверное, странный вопрос, что вас отличает от Харкчоро? Если вы... Они же тоже в бинарной системе, мы, они, и вы тоже, получается. Но что тогда вас отличает все-таки? Ну, мы вот стараемся не говорить, например, о проблемах, которые нас не касаются, да? Людей много, проблем много, и со всеми проблемами бороться невозможно. И мы не спасительницы, не матери Терезы, которые пришли и веют в свет. Я вот всегда хочу прям отойти от этого, очень осторожно стараюсь говорить. То есть, мы не просветительницы, мы всех не спасаем, мы люди, которые живут своей жизнью, которые занимаются своими делами. Я варю кофе и периодически занимаюсь феминистским активизмом. То есть, мы не просветительницы, которые хотят всех спасти, не спасительницы. Вот. И сказать, что почему мы не спасаем того-то, того-то, это неправильно. Когда говорят, а, вот вы феминисты, почему вы не спасаете женщин? Мы не должны никого спасать. Это не наша работа, нас 7 миллионов, мы там 3,5 миллиона женщин. Мы вообще никому ничего не обязаны. Мы не обязаны никого вытаскивать. Мы просто делаем то, что мы делаем. Мы живем свою жизнь, мы транслируем то, как мы живем, мы рассказываем о своих ценностях. И тот человек, кому это интересно, он услышит, он придет. То есть, нету такой активной, такой, активной, и захватывающей. Окупантская деятельность. Да. То есть, мы не идем там в село, не говорим, вот вы все должны быть феминистками. Жить вот так. Да. Вы не должны там все переехать в Бишкек. Вы не обязаны все идти и там получать высшее образование. Каждый человек живет так, как ему нравится, но просто оставить какую-то лазейку для того, чтобы какая-то девушка узнала, что оказывается, можно еще вот так. У многих же нету этого простора выбора. 18 и все, вот замуж. Больше нету другого пути. И если ей не показать, что оказывается, есть другой путь, она и не задумается, потому что, ну, мы же как, мы живем только под тем шаблоном, о которых мы знаем. Если мы чего-то не знаем, мы просто не можем туда пойти, потому что, ну, мы не знаем, что здесь есть дорога, мы ее не видим. А если там кинуть лампочку, увидим, захотим, пойдем, не захотим, пойдем. туда, куда хотим. Ну, просто вот та лампочка, которая показала еще одну дорожку.